Подвиги наших ветеранов навсегда останутся не только в памяти, но и на страницах сохранившихся газет. Выпуски тех лет уже стали историческими документами. Нами Рабов поднял архивы, чтобы узнать, что писала пресса в Дни Победы. Выпуск газеты «Правда» от 10 июня 1945 года. На главной странице – обращение Сталина к народу Советского Союза, в котором сообщается о подписании в Берлине безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Помимо выступлений и заявлений глав союзных государств, в небольшой колонке оперативной сводки сообщается о том, что к вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45 тысяч немецких солдат и офицеров. Прием пленных, заметьте, продолжается. То есть советская пресса, несмотря на капитуляцию Германии, продолжала рассказывать о том, что происходит в освобожденных городах. Владелец этого, по сути, исторического документа – останчанин Валерий Семенов. В его антикварном магазинчике газета появилась случайно. Эта газета у нас в магазине уже порядка 5 лет. Пришел человек, предложил. Мы, конечно, с удовольствием ее выкупили. Этот выпуск газеты у вас не продается? Нет, нет, конечно. У нас есть музейчики, мы все такие вещи, конечно, бережем. Архивы «Казахстанской правды» – тоже своего рода музей. Сейчас пролистаем, найдем это место. В толстенных подшивках мы находим выпуск газеты от 9 мая 1965 года. Именно тогда этот день стал официально считаться праздничным. Кстати, заметно это и по оформлению страниц. Вот вы видите, что эта газета именно в цвете. В основном издавалась газета в черно-белом исполнении, а здесь вы видите газета в цвете. Это большая редкость. Это редкость, да. Ну, очень много материалов, посвященных именно нашим воинам. Есть в архивах и личные воспоминания народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, как он совместно с красноармейцем Григорием Булатовым во время боевых действий первым водрузил красное знамя на Рейхстаг. Первые метры были, пожалуй, самыми трудными на всем пути к Рейхстагу. Ровная площадь простреливалась со всех сторон. Одно неверное движение могло стоить жизни. Лицом почти пахал асфальт. Когда мы, наконец, доползли до будки, одежда на нас промокла от бота. Надо было спешить, и мы рискнули. Выпрыгнули изо рва, побежали. В это время мы ничего не видели и не слышали. А помнились лишь, когда достигли ступенек парадного входа. Затем я посадил Булатова к себе на плечи, чтобы он смог вытащить из окна кирпич и укрепить в отверстие флаг. Кажется, это был первый алый цвет, который вспыхнул на задымленном фасаде Рейхстага. О таких подвигах солдат Великой Одечественной писали в газетах, что поднимало дух всей армии. В годы войны 18 газет и журналов издавались на казахском языке. Сообщения и статьи писали 72 фронтовых казахстанских корреспондентов. К сожалению, сегодня с нами не осталось никого. Сердце последнего военкора Бесена Жумагалиева из Уральска перестало биться два года назад. Первый номер нашей газеты на казахском языке вышел 7 ноября 1942 года. И эта газета потом просуществляла до декабря 1945 года. Репортажи с передовой, личные воспоминания. Все это сохранилось на пожелтевших страницах газет. А в настоящем уже современные СМИ продолжают рассказывать о героях былых времен. До мира буферки Булант Левкозы и Ерсен Мухаммед Далин. Итоги дня.